Единственная постоянная вещь в жизни – это перемены. Мы думали, что остров Самал – идеальное место для нас, но теперь мы проведем здесь последние дни. В прошлой серии мы исследовали одно из самых посещаемых мест Давао – рынок Банкирахан. По утрам жена обычно ухаживает за своими растениями. Авокадо уже стал намного больше. Дарлин также посадила несколько трав, овощей и косточек фруктовых деревьев. После этого она берет в руки крючок и приступает к своей любимой медитации. У цыплят сегодня тоже прекрасный день. Им досталась целая гроздь бананов. Вечером нас ждал неприятный сюрприз. Колония рыжих тропических муравьев напала на наши семена. Фараоновы муравьи – одни из самых агрессивных здесь на Филиппинах. Они всеядны и ведут преимущественно ночной образ жизни. Дарлин нашла решение в интернете и посыпала их черным перцем. Но это не помогло. Наверное, эти муравьи, как и филиппинцы, любят острые блюда. Ночью по крыше стали бегать какие-то животные. Дарлин любит фильмы ужасов, но так легко пугается. В общем, тут по ночам что-то стало приходить и бродить по нашей крыше. И довольно большое. Предположение о том, что это куры могут ходить, ну не знаю, это по весу похоже больше на много, чем курица. Или орел, или обезьяны, или качупакабра какая-нибудь. В общем, сейчас это так и не слышно, но по крыше ночью бродит что-то. Дарлин боится ночью. Просыпаемся, говорит, что это такое. Я выходил, конечно, с фонариком. Пытался смотреть, но ничего не видно. Ну, с фонариком на камере, на телефоне. Владельцы здесь, вот этой квартиры дома, говорят, что может быть это крысы бродят, ходят. Но что-то не знаю, ну крысы, ну не могут же они такими большими, как собаки быть. У Дарлин, когда мы жили там, в ее родни, в Пангосинане, там ночами кричала какая-то страшная птица, как какая-то валькирия, или не знаю, ну такой страшный, жуткий голос. А здесь что бродит, тут вообще тоже неясно еще. И главное не каждую ночь. Это всего происходило раза два за все вот эти три месяца тут. С каждым днем горшков с растениями на нашем пороге становилось все больше. У нас еще нет своей земли и своего дома, но уже есть свой сад-огород. Мама готовит пирожки с банановым джемом. На Филиппинах много фруктов. Мы иногда экспериментируем с разными местными ингредиентами. Пирожки с банановым джемом. Пирожки с банановым джемом. Пирожки с банановым джемом. Угу. Чтобы работать на Филиппинах, иностранцам требуется определенная виза. Я нахожусь по туристической визе и пока не могу работать. Мы решили создать на YouTube канал Island Life, где Дарлин будет дублировать наше видео на английском языке. Жене эта идея не понравилась. Интернет ее пугает. Дарлин сказала, что просто хотела бы писать для меня и поддерживать. Но я уговорил ее попробовать. Эти видео – наша память и подарок нашим будущим детям. Кроме того, мы хотим поделиться с такими иностранцами, как я, необычными и простыми моментами из жизни на Филиппинах. Момент, который мы ждем, придет скоро. Я была вновь и рада. Потом я увидела его близко к двери первого раза. Он настоящий. Он в передо мной. Я его спрашивала, когда он меня вернулся. Это был 24-й Новый год. Место, где мы живем, находится в бесполетной зоне аэропорта. Мы решили прогуляться за ее пределы и найти место, где можно будет запускать наш дрон. По пути я заметил на дереве необычный фрукт, похожий на шишку. Он называется атис или сахарное яблоко. Дарлин говорит, что на их ферме росло такое дерево. Но в семье редко ели его плоды. Муравьи набегали на них быстрее, чем они поспеют. В Индии семена и сушеные плоды атиса использовали в качестве рыбного яда и инсектицида. Поэтому нужно быть осторожным с их употреблением. Мы нашли открытое поле, где играют дети, пасутся коровы, бегают собаки. Всем здесь хватает места для отдыха, радости и счастья. Дети сами собираются в небольшие группы по возрасту и интересам и весело проводят время. Баскетбол – самый популярный вид спорта на Филиппинах. В него играют как на любительском, так и на профессиональном уровне. В сельской местности есть даже своя барангайская лига. Вечером в наше окно залетело какое-то большое насекомое. Мы выяснили, что это цикада. Они такие шумные, особенно ночью. Мы всегда их слышим, но никогда не видели раньше. Наверное, эта букашка боится щекотки. И это очень забавляет Дарлин. Мы выпустили цикаду на улицу и быстро закрыли окно, чтобы она не смогла вернуться обратно. На следующий день мы вернулись на поле, где играли дети. Неподалеку мы заметили дерево авокадо. На нем так много плодов. Дарлин любит авокадо. Дети продали нам несколько авокадо, по 10 песо за штуку. На Филиппинах его готовят как десерт со сгущенным молоком и льдом. Сначала я подумал, что Дарлин шутит, но десерт оказался действительно вкусным. Это 5. 50 песо. Этой милой козочке любопытно, что находится в нашем пакете. А детям всегда очень интересно, когда мы запускаем наш дрон. Их маленькие улыбки и то, как они подписывают пальцами слово «мир» – так мило. Именно этому мы должны учить детей – миру и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Через некоторое время дети продолжили играть в бейсбол. Субтитры создавал DimaTorzok Заходи в рейтинг-мил, тороп, отель фронorte и льдом « comen publishing во время 8.30 лет». Прекрасно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы не сможем купить здесь хороший участок земли, чтобы когда-нибудь построить дом Цены на землю сейчас растут, потому что сюда собираются построить мост У нас еще нет детей, поэтому есть время попробовать другие места Мы решили переехать на остров Минданао Он большой и там еще столько всего интересного Мы нашли дом в провинции Давао-де-Оре и поехали его посмотреть В доме есть отдельная кухня, две комнаты и свой небольшой двор С задней стороны дома открывается вид на высокие кокосовые пальмы Хозяин также разрешил нам пользоваться двухспальной кроватью Арендная плата дешевле, чем на Сомале Нам очень понравилось и мы решили переехать сюда За день до нашего переезда жена подмела перед домом и избавилась от сорняков Здесь было чисто, когда мы приехали Дарлин следит за тем, чтобы здесь было чисто, когда мы уедем Жена и мама немного напуганы переездом На новом месте мы, по сути, начнем все сначала На Сомале местные жители уже нас знают А там, куда мы направляемся, у нас опять никого нет Никаких друзей Растения из нашего сада-огорода тоже отправятся в путешествие на другой остров Вечером пришли Бен и Мила И принесли с собой вино, чтобы отпраздновать наш отъезд Грустно прощаться Они очень хорошие люди и добрые друзья Они всегда нам помогали Мы очень им благодарны и рады, что с ними познакомились Следующая серия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова